СОЮЗОНЛАЙН 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 дневниковые записи, которые мы будем обсуждать. И третий момент – это учителя, цесаревича, наследника Алексея Николаевича. Дело в том, что появились тоже материалы, которые говорят о том, что не так просто находились они рядом с цесаревичем, особенно в более поздний период. И вот, например, Гипс был завербован английской разведкой и выполнял там, по-моему, неопределённые задания. И, в общем-то, и Жильяр, как потом выяснилось, работал уже позже, после казни цесаревича. Он очень тесно сотрудничает именно с Жаненом, который является руководителем корпуса Белочеха. Он передает им документы. И поэтому вообще сама вот эта история, она очень непростая, и доверять абсолютно и полностью их воспоминаниям, наверное, не стоит. Поэтому вот это то новое, что у нас прозвучит. Я понял. Спасибо большое. Ирина Александровна Трушина, руководитель Духовно-Просветительского центра имени императора Николая Второго, была сегодня с нами. Спасибо большое, Глеб. Спасибо огромное. На прямую связь со студией Екатеринбурга выходил Глеб Ильинский, наш корреспондент из города Наневе. Подробную информацию о концерте лекции «Наследник земли русской» вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире. Спасибо.